Первое вопрос нашей онлайн-конференции задает нарядник нашего сайта, который подписался Алексей из Минска. Почему 20-го Снежния вы выступили по БТ с заявкой, не было ни Кляева сбила ни милиция? Кто еще это мог быть? И что вы откажете на это вопрос в суде? Ну, во-первых, я хотел бы сказать, что не выступал на БТ с заявкой, а БТ показал мне говорящий текст. Там с оправды были не милицианты. Кто? Это нужно высветлять. Про заведение криминальной справы и незалежное расследование так само. У судей я откажу то, что думаю. Виктор, с вами ли пытается? Как вы ставите сюда на меру Лукашенко створить конструктивную оппозицию? На что она ему? Когда изразумено, что все решения ему будут принимать одно особо. Какой шлях бороться с режимом Лукашенко был лично необходимым и максимальным сегодня? Я решил, что это просто верьмо сказать или не просто сделать. Такая работа потребует шматно-маганной и филигранной работы с публичным сектором. Что то, что створение подконтрольной власти партии, то в нашей стране оно уже есть. И что? Сегодня, фактически, только США и европейские связи могут признать партию оппозиционной. Узнать, например, партию Сергея Гедуковича. Что бы он ни делал, Европа не признает его партию оппозиционной. Это то, что пробует разработать Решенко. Это значит, что опыты геетимизации теперешней белорусской влады в этой организации не гуляют и не могут гулять никакой роли. Поэтому для начала такой оппозиции требует самой легитимизироваться в США. А если она будет закрывать в очередь на превышение правов человека в нашей стране и не произрастить выборов, то на Заходе с ней разговаривать никто не будет иметь справу. Анонимный наведник задает черговаревское вопрос. Не дичь о том, что вы попадали шоковную квартиру в элитном доме и еще имели широк доброты от дела у компании. Что так это? Ну, одразу могу сказать вам крыльницу. Чули вы это по АНТ, вот тому треба у них и запытываться на конту с их количеством. Мы маем это дело у компании криминальную справу. Все браки вымышены были съехать за мяжу. А решта и в обшуке. Зламанные человеческие жития. Это бадает, что поколь основное, что мы маем после этой компании. Так само анонимное пытание. Как вы ставитесь до Ярослава Романчука? Я, кстати, как от человека-экономиста. А ли разумею, про что вы пытаетесь? Откажу так. Мне не совсем заразумела и поводина Ярослава после 21-го Снежня. Дать отзнаку, я думаю, что с доли, когда пройдут все суды и выйдут люди. До падзею после выборшего дня звертается Евген Мурашко и ее напыкается. Спадары Дмитриевы, и ведомые вам слова «вонор сумлени». Чему вы схвусили по белорусским перебаченям? Чем можно после этого вам давать веру? Я не лечу, что я подставил ко гостя. Я так само обвинувшенный, как и остальные. Но это не то, что в нем легком и особистом основании сегодня. Я много раз глядел в это видео и разумею, что я могла расшаровать ко гостя, разглавать родных и близких остальных обвинуваченных. И это непросто. А пойдешься на часовой свободе, без махшимости публично подлумачать, попробую зарабить все махшимое для остальных. Тому, если некогда отпущают, даже под подписку, то это чувство, что отпустили частками они самого. Мы будем всеми намаганиями попробовать завести криминальную справу по факту нападу на Некляева и прихильников его. Как бы было следствие, суд, на яке можно будет сказать все. Что тыжатся вашей верой, то это особистое решение каждого. Часто хоть эмоциональное, чем рациональное. Когда я вышел из СИЗА, то все мои близкие застались со мной. Мои сябры потиснули мне руку. Команда говорит правду засталась отцелком. Это и есть великий гонор для меня. И я роблю все, как бы не стратить доверие за этих людей.